Пушкин — это часть, я думаю, любой русской верши. И сегодня эмоции, которые, наверное, у каждого связаны с такими крайними понятиями выражения человеческих чувств, это скорбь и вдохновение. И вот эта гремучая смесь из крайностей — это одна из составляющих загадок русской души, пожалуй. И трудно говорить, потому что трудно думать о том, что Пушкин погиб в расцвете лета, что бы могло быть, если бы этого не случилось. И потому что Пушкин — это первые книжки, первые волшебные сказки, первая любовь и упоение поэтическим словам. И все мы уже взрослые, и научились как-то справляться. Но почему-то сегодня слезы на глазах и говорить трудно. Я сама себе удивляюсь. Весь вечер сижу, и на глазах слезы. Даже не знаю в такой день, что можно прочитать. Пожалуй, только Пушкина. Потому что из самого раннего и ценного, то, что осталось в какой-то копилочке своей, в сокровищнице, это сказки Пушкина. Игра на скрипке. Какие-то первые сильные чувства. А еще в этой копилочке, то, что может быть стало девизом в жизни, пушкинская строга. Товарищ, верь, взойдет она в звезда пленительного счастья. Я всем желаю жить под этим девизом. Но надеюсь, что я с вами чем-то смогла поделиться своим сокровением, то, что у меня связано с Пушкиным. И еще есть такая зарисовка, что у меня тоже с Пушкиным ассоциируется. Это просто эмоции. Такое острое, нежное, бескрайнее, бесбережное, тебе все отдающее, как на руки, берущее все без остатка. Страха нет, есть лишь покой и воля. И право, но, и тьма, и зима, и благодать, как доля.